В прямом эфире РБК АЛФА. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Запрет для торговых сетей на возврат скоро портящихся продуктов, в частности хлеба, поставщикам ударил как по одним, так и по другим, считают эксперты. Если для магазинов это обернулось потерей части прибыли и ассортимента на полках, то производители теперь получают меньше заявок на свою продукцию. В конечном итоге негативный эффект ощутили на себе и покупатели, которые сейчас не могут получить все то многообразие хлебобулочных изделий, доступные еще совсем недавно. Как сообщили нашему телеканалу участники рынка, до принятия соответствующего закона проекта возврат хлеба производителям из торговых сетей доходил до 50%. И хотя теперь возврата как такового не стало, ритейл компенсирует это другими методами. А сейчас они для того, чтобы компенсировать свои убытки, которые они начинают нести из-за возврата продуктов, они просто просят, требуют у хлебозаводов, чтобы те вписали в пункт договора такой пунктик. Безумие скидку предоставить примерно на величину вот этих вот их расходов по возврату. Понимаете, они опять, получается, душат производителя и сами хотят остаться чистенькие там с деньгами и все остальное. Вот сейчас следующий пункт, получается, надо законодательно вводить ограничения их на цену, во-первых, и ограничения на эти вот скидки. Напомню, согласно поправкам в закон о торговле, сети не могут возвращать поставщику продовольствие сроком годности до 30 дней включительно. Речь идет о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах. На данный вид товаров приходится около 70% ассортимента ритейлеров. С этого года коэффициент безаварийной езды бонус-малус будет присваиваться конкретно к водителю и останется неизменным в течение года. Новые правила ОСАГО призваны упростить систему КБМ. По статистике Центробанка сейчас бонус-малус – причина минимум половины всех жалоб по ОСАГО. Такой коэффициент будет установлен с 1 апреля для каждого водителя и будет применяться наиболее выгодный тариф для водителя, который предусматривает наибольшую скидку. Коэффициент бонус-малус будет избавить его от так называемого задвоения, когда водитель вписывался в полис ОСАГО по нескольким машинам. И с этого года уже КБМ будет привязан не к транспортному средству, а конкретно к водителю. В числе значимых новшеств эксперты называют также введение более гибкого коэффициента возраст-стаж, когда для опытных и добросовестных водителей полис будет дешевле, чем для лихачей. Основным же и наиболее спорным многие считают расширение тарифного коридора по страховым полисам. По мнению ряда правозащитников продолжается страховое лобби, когда страховщики будут покрывать свои убытки за счет рядовых. Законодатели же говорят о либерализации рынка ОСАГО и более справедливой стоимости полисов. Башкортостан перечислил более 51 миллиона рублей по облигациям госзайма. Об этом сообщили в Министерстве финансов республики. Деньги пошли на выплату 17-го купонного дохода 9-го выпуска. Облигации были размещены в октябре 2014 года. Общий объем эмиссии 6 миллиардов рублей. В целом же выплаты власти региона планируют завершить в апреле этого года. Сейчас переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар подешевел на 21 копейку 66,86 евро, в плюсе на 30 копеек 77,21. Лучшие обменные курсы к этому часу – покупка доллара в банке НИВА за 66,86, продажа в банке Финам за 67,19 копеек. Покупка и продажа евро также в банке Финам за 77,01 и 77,39 соответственно. О новостях пока все. Далее смотрите РБК «Обозреватель». РБК «Обозреватель».